История усадьбы Суханова берет начало с конца 17 века, но каких-либо построек того времени не сохранилось. Все, что мы видим сегодня – творение русского деятеля, генерал-губернатора Алексея Мельгунова. Строительство усадьбы Мельгуновы начали в конце 18 века. В живописном лесу, вблизи реки Гвоздянки, расположилось несколько строений, характеризующих разные архитектурные стили. Главное – это двухэтажный дом. Интересно, что кухня находилась отдельно, чтобы избежать запахов приготовления пищи, возможных пожаров и крыс. Такие загородные поместья знать приобретало в желании уединиться от загрязненных городов. Все пытались уехать из городов больших. Почему? Потому что была пыль, не было никаких поливальных машин. Ну, так скажем, да, к слову. Второе, чтобы вы понимали, не было банально туалетов, да, и, соответственно, были отхожие места, которые выгребались каждое утро. Плюс вместо машин ходили лошади, а лошади – это такое отходное производство, так скажем, да. Соответственно, все это попадало на улицы, и все это пахло не очень хорошо. Раньше к главному дому примыкал храм Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня об этом напоминает лишь информационная табличка. Для священнослужителей на территории усадьбы был построен отдельный дом, выполненный в псевдоготическом стиле. Немножко отсыл идет к Царицыно, да, все-таки Царицыно – это тоже псевдоготика. Ну и плюс, если мы посмотрим вот наверху, такие зубцы, они называются мерлоны, это такой итальянский стиль. И если мы вспомним нашу кремлевскую стену, да, там такие же зубцы, мерлоны, и, собственно, Кремль строили кто? Конечно, итальянцы. После смерти Мельгунова всем этим великолепием стала владеть его дочь Екатерина, которая вышла замуж за князя Дмитрия Волконского. Уникальная возможность попасть внутрь главного дома-усадьбы. Когда-то по этим коридорам ходила семья Волконских. Сегодня в шикарных интерьерах конца 18 века обучаются дети. Спасибо огромное директору лицея Привалову Александру Владимировичу. В этом месте, в самом Суханово, мы можем вообще, это уникальная такая история, посмотреть три стиля, значит, архитектурных. Это дорический, ионический, и каринский. Вот здесь вот сзади меня вы видите колонны каринского ордера. Вот такое навершие в виде закрученных листиков. Это как раз каринский стиль. У усадьбы Суханово огромная территория. Помимо всего прочего, здесь расположено несколько флигелей для прислуги и дом управляющего. А еще парковый ансамбль со скульптурами, набережной и ротондами, высокими беседками с колоннами. Одна из них именуется храмом Венеры. На территории усадьбы установлена скульптура архитектора Соколова, навеяна басней Ла Фонтена. Их несколько. Одна из них находится в царском селе Санкт-Петербурга. Но чем примечательно, в Санкт-Петербурге копия, а здесь в Суханово оригинал. После смерти супруга в 1812 году Екатерина построила на территории усадьбы мавзолей-усыпальницу и еще один храм. Супруг умер в селе Малинки Рязанской области и пока она строила мавзолей, прошло два года. И спустя два года она переводит тело мужа сюда. Прекрасный архитектор, 95% что это его творение, это Доминика Жилярди. Сама усыпальница отдельно стоящая, ротонда, потому что внутри ее есть колонны. И по обеим сторонам небольшие строения, потом идет колоннада, которая упирается в колокольню. В последующие годы усадьбой владел племянник Дмитрия Волконского Петр Михайлович. Предположительно, прототип героя романа «Война и мир» Андрея Волконского. Примечательно, что в этом месте на территории нынешнего Ленинского городского округа и закончился рот князей Волконских. В советское время здесь находился санаторий Союза писателей, а в усыпальнице располагалась столовая. Сегодня территория признана объектом культурного наследия народов Российской Федерации и открыта для посещения. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиннетВ.